Всем привет дорогие друзья, это новый выпуск по Клэша Ялю, тут захожу в игру, думаю сейчас попробую пройти испытания с новой картой, но не тут то было, у меня уже пройдено оно со счетом 12-1, ставь лайк если хочешь так же. На самом деле это моя команда бустеров постаралась видимо, так как они делают заказы, ну и всегда для видео у меня новые испытания делают, поэтому я демонстрирую возможности наших бустеров, просто есть такие заказчики, которые сомневаются в том, что бустеры на 12 побед сделают. Так вот на изи делают и уже половину заказов мы сделали, ну я думаю что это испытание очень-очень-очень простенькое, поэтому я думаю вы и сами сможете, поэтому попытайтесь прежде чем заказывать у кого-либо буст, но если не сможете, то ссылочку оставлю в описании. Ребят, честно, я не знаю как работает эта карта, как выигрывать здесь в этих испытаниях и вообще я не в курсе, но даже не знаю какой здесь режим, драфт, удвоенный эликсир, вот честно не интересовался, вот так сразу на ходу записываю видео, поэтому погнали. А, кстати, прежде чем перейдем мы к повторам, смотрите какая есть акция в магазине, я эту акцию хочу открыть, но мне жалко денег, поэтому ребят, я у вас спрашиваю, хотите ли вы отдельный ролик, чтобы я открыл вот эти все спецпакеты? Если да, то давайте наберем на этом ролике 5000 лайков, если наберется 5000 лайков, я пойму, что вы хотите, чтобы я задонатил и открыл все эти сундучки, но если нет, то можете не ставить лайк, ну а если же да, то подписывайтесь и колокольчик включайте, чтобы не пропустить новый выпуск, потому что вам может не прийти уведомление. Вот, ну что, погнали посмотрим, не, давайте заберем сначала карту, 100 штук, 100 штук я забираю, тут еще даже золото, да, за это испытание неплохо так наваливает, там, по-моему, за определенное количество побед дают определенное количество золота. Так, давайте откроем сундук, мало ли, вдруг дропнется легендарка, всякое бывает, не, не выпадет лего, к сожалению, окей, о, зато голем, или голем, как правильно, не знаю, в общем, это хорошо. На изи с первой попытки, я так понимаю, сделали это испытание, погнали, посмотрим теперь, как работает эта карта, ну, вы, конечно же, если играли, то вы уже знаете, ну, а я хочу посмотреть. Окей, между Мегамухой и Трема Миньонами мой бустер выбрал Мегамуху, также взял Громоверса и сейчас возьмет, наверное, Стражей, да, все верно. Я так понимаю, что противник взял себе, как эта карта называется, Летучка, да? Да, вроде бы Летучка. В общем, я спрашивал по поводу этой карты, ну, ничего конкретного не могут сказать, вроде бы и не говно, но вроде бы и не топ. Значит, комбинировать ее, естественно, будут с разными связками, такие как Гигант, Лава, ну, то есть, естественно, больше она будет подходить к Лаве, но все-таки, эта карта чем-то похожа на Мушкетера, на Мегаминьона, вот что-то в этом ключе, но только у нее немножко другой радиус, радиус стрельбы и урон. То есть, там плюс-минус больше урона, меньше, ну, короче, чем-то отличается, но похоже, похоже на эти две карты. Окей, давайте посмотрим, я, честно, еще не видел ее в действии, возможно, на каких-то там приватных серверах, кто снимал, возможно, да, но официально нет, еще не видел, поэтому сейчас вместе с вами буду смотреть. У нас колода с Кургигома, у моего противника колода с Големом. Окей, я буду это испытание, ребят, тоже пытаться проходить, возможно, какой-то буст возьму, буду на стриме делать его, я не знаю, напишите в комментах, вы прошли уже это испытание, возможно, оно настолько легкое, что никому ничего не надо, ни буст будет, никакие советы, никакие повторы, ничего этому подобное, поэтому напишите в комментах, как вам это испытание. Блин, вообще, Кургиг, смотрите, ничем не был задефан, поэтому на изи забираем вышку, но сконцентрировались на правой стороне, там Голем плюс Миньоны и Гоблины, очень опасная атака, но Стражи как-то полностью все задефали, плюс у нас стрелы, я, кстати, не заметил, что у Винчастера были стрелы. Итак, вот она, летучка эта, давайте смотреть, я не могу определить, конечно, сколько она наносит урона, ну, хотя в характеристиках написано, но все же, все же там с Големом трудно определить было, Мегамуха ее законтрила. Ребят, мне кажется, даже не я в видео вам должен объяснять про эту карту, а вы мне в комментах напишите, потому что, ну, честно, я чисто записываю ролик, демонстрирую услуги буста моей команды, ну, и заодно самому посмотреть хочу, как это испытания прошли, поэтому я еще не знаю, как эта карта работает, с чем ее лучше комбинировать. Я думаю, вы уже, когда поиграли, вы, думаю, уже можете сформировать какой-то, какой-то вывод, поэтому напишите в комментах, вам понравилась эта карта или говно полное. Я, естественно, комменты ваши читаю. Ну, вот она, так, ну, урон у нее относительно небольшой, да, такой, средненький. Ну, не знаю, ребят, не знаю, мне кажется, она так себе не зайдет, хотя, возможно, я ошибаюсь. Так, а почему она меняет таргеты? Сначала она дамажила громовержца, потом вдруг сагрилась на гоблина с дротиками, очень странно. Ну, противник, честно, ну, бас какой-то, поэтому он и проиграл, но это никак не характеризирует карту, что она плохая, честно, поэтому вывод делать то, что противник проиграл с этой картой, и делать вывод о том, что карта говно, не стоит. Окей. Давайте посмотрим еще парочку повторов. Так, вот тут уже у нас эта карта есть, поэтому давайте посмотрим. Значит, у противника два танка, Гигант и Роял Гигант. У нас есть Летучка, так же она называется? Бережаблили, Летучая, Летучий Строитель, я не знаю, как она называется, ну, Летучка, да, она Летучка называется. Ну, вроде бы, как я видел какие-то сливы, какие-то пасхалки, то в середине этой Летучки сидит Строитель, который ушел в Клэшов Клэнса. То есть, возможно, какая-то история в этом есть. Окей. Смотрим. Значит, у нас кладбище, атакующая карта, для Дефа у нас печка есть. Ну, в принципе, такая, знаете, более-менее адекватная колода с кладбищем. У противника, вроде бы, тоже есть чем оттачить, но у него колода вообще неадекватная, то есть, Коргик плюс Гигант, ну, вообще, такая себе связка. Окей, смотрим. Плюс пушка поставила, чтобы Дефать, Дефать печку, Дефать духов от печки. Итак, сейчас вот этот Дирижабль, я буду называть его Дирижабль, выбрасываем мы и Летит он. Окей, давайте смотреть. А, ну, сейчас, блин, молнии, молнии заберут. Да. А, еще один момент, чем мне эта карта не нравится, тем, что она мрет от фаербола. То есть, если она умирает от фаербола, то какие у нее преимущества? Только дальность стрельбы, из-за этого она такая, ну, почему, где компенсация тому, что она умирает от фаербола? Радиус стрельбы это такое. Ну, хотя, не знаю, я могу ошибаться. Я еще не играл с этой картой, не могу никакие выводы делать. Но представление более-менее имею про нее. Ладно. Пока что мы урона больше пропустили. Ну, так как молния, плюс я не знаю, чем там еще он наносил урон. Печка, к сожалению, не наносит вообще дэмэдж, потому что стоит пушка. И сейчас мы готовимся выбрасывать миньона. Ой, я извиняюсь, лучниц. Выбрасываем лучниц и готовим вот этот Дирижабль наш. Дирижабль, да. Ну, честно, ажиотажа возле этой карты не будет, так как возле Мега-рыцаря. Хотя Мега-рыцарь тоже кому-то зашел, кому-то нет. Ну, а эта карта, ну, обычная арарка. Ну, блин, все редкие карты по-своему уникальны. Так, вот здесь, конечно, миньончики все умрут. Плюс там еще духи, колдун, много сплэша. И я так понимаю, что гигант не нанесет он вообще урона. Очень хорошо задефались мы. И сейчас уничтожим колдуна и поставим печку. Удвоенный эликсир. Кстати, мы сейчас идем наравне. Слева так же хитпоинтов, как и у нас. Ну, практически там 50 хп разницы. Фаерболл на пушку, потому что она очень мешает. И, смотрите, целых два духа. Целых два духа нанесли урон по вышке. Итак, выбрасываем лучниц, а не ледяного колдуна. Потому что мы знаем, что у противника есть молния. А нет. Все равно выбрасывает ледяного колдуна. Хотя у противника есть молния. Зря он, конечно, подбрасывает просто так танков. Лучше бы молнией дефал его юнитов. Итак, ну, не, ну, конечно, расстояние у нее, да, нормальное. То есть она стреляет далеко. Ой, какая смешная печка. Ну, окей, смотрим. Печка плюс миньоны доходят к вышке. И остается 113 хитпоинтов. Так, у нас есть фаерболл. Ну, да, в принципе, мы добьем 13 секунд. Уже 10. Поэтому я сомневаюсь, что он успеет. Ему надо было не гиганта выбрасывать, а королевского гиганта. Ну, противники изи. То есть это испытание, не знаю, они с первого раза проходят. То есть если они, я не помню, на каком испытании парились. По-моему, там, где золото получали. То в этом испытании вообще на изи там за какие-то считанные минуты они проходят. По-моему, за 15-20 минут это испытание на изи проходится. Ну, максимум 30. Поэтому, если вы хотите, но сами не можете пройти, можете заказать. Вообще 100% его пройдут. То есть гарантируем. Но, опять же таки, стоит ли это решать уже вам? Ну, прикольно. Здесь, смотрите, сколько. 20. 23 золота, да? В общем, 20 тысяч плюс золото. И плюс редкие карты с новой картой летучка. В общем, решайте вы. Хотите вы этот буст или нет. Напишите ваше мнение в комментариях про это испытание. Про эту карту. Вскором будет подробная аналитика, разборка, лоды и прочее-прочее. Пока что первый взгляд, впечатление и вообще знакомство с этой картой. Поэтому не судите строго, если что-то сказал в этом ролике не так. Все, ребят, желаю вам удачи. До новых встреч. Всего вам хорошего. И всем, ребятки, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok